Ну давайте, кроме Киева, поговорим сейчас о Херсоне, о котором, собственно, и был сюжет, о том, что сейчас происходит там. Сергей Хлайн нам расскажет более детально. Это советник главы Херсонской областной... Херсонской военной администрации, простите. Сергей, здравствуйте, рады вас видеть. Доброе утро, мы из Украины. Херсонщина — это Украина. Слава Украине! Героям слава. Сергей, будьте добры, расскажите, пожалуйста, что происходит в херсонских больницах? Правда ли, что массовые ранения, если военным языком говорить, массово трехсотых сейчас завозят туда? Да, абсолютная правда. И эта информация первая появилась как раз в Береславе. Береслав и Новая Каховка — это вот две районные больницы. В Береславе довольно-таки большая больница. Оттуда оккупанты уже неделю, да больше, как началось контрнаступление, выселили абсолютно всех гражданских. Причем даже своих тяжелобольных они перевезли в Новую Каховку. А Береслав полностью, Береславскую районную больницу полностью подготовили для приема как раз раненых, которые поступают с линии фронта. На сегодняшний день Береславская больница заполнена абсолютно полностью, не справляется, и их отправляют в Новую Каховку. Сейчас большие и в Каховку, соответственно, это рядом Новая Каховка и Каховка, два города и две больницы имеют, забитые абсолютно полностью ранеными. Гражданские не могут получать медицинскую помощь из-за того, что больницы переполнены как раз ранеными горками. Люди не могут получать помощь от медработников, которые сталкиваются с теми или иными заболеваниями. В Херсоне та же самая картина. В Херсоне тоже оккупанты в первую очередь отдают приоритет своим раненым. К гражданским относятся уже по возможности. Возможности у них нету, поэтому фактически людям отказывают в медицинской помощи, а больницы забиты только ранеными оргами. То есть в очередной раз можно говорить о том, что город находится буквально почти перед гуманитарной катастрофой. Скажите, может быть, попадает каким-то образом людям что-то из помощи от волонтеров, какая-нибудь медицинская поддержка? Есть что-нибудь, чем люди могли бы все-таки пользоваться, чтобы заниматься хотя бы домашним лечением? Помощь от волонтеров сейчас затруднена тем, что в Васильевке оккупанты с 1 октября ввели так называемые пропуска. И сейчас довольно-таки жестко контролируют все, что завозится в оккупированную Херсонщину. Васильевка в Запорожской области – это единственный пункт пропуска как на въезд, так и на выезд. Поэтому ситуация очень сложная. Те медикаменты, которые завозят оккупанты с Российской Федерации, они в первую очередь идут как раз на лечение своих раненых. И еще даже стоит упомянуть, что эти медикаменты крайне низкого качества. И, кстати, проблема с медикаментами, она не решается с первого дня. Потому что оккупанты обещали позаботиться даже о людях, которые имеют хронические заболевания и сахарный диабет в том числе. Проблема инсулина так и не решена за 8 месяцев. Но в то же время оккупанты не дают возможности завозить полноценный инсулин с подконтрольной территории Украины. И эта проблема на сегодняшний день до сих пор продолжает быть вместе с тем, что еще люди не имеют возможности лечь на стационар. Расскажите, пожалуйста, какой контингент сейчас находится в Херсоне у оккупантов? И пополняется ли херсонская группировка? Появилась информация, что появляются новые мобилизированные. Они полностью раскоординированы. Они не понимают, почему их сразу кинули на линию фронта. Они полностью демотивированы и ищут возможности сдаваться в плен. Но вместе с этим демотивированы и те оккупанты, которые давно уже находятся как раз на территории оккупированной Херсонщины. Потому что они были в надежде на то, что произойдет ротация и их отведут. Ротации в последнее время у оккупантов не производятся. Ротация была надежда у оккупантов, что их вернут на территорию России. И они там будут либо дезертировать, либо растворяться, убегать и так далее. То сейчас ротация не проводится. Окупанты находятся ближе к линии фронта. И вместе с этими мобилизированными уже ищут возможность, как все-таки выходить на переговоры, сдаваться в плен. Потому что понимают, что вот этот приказ Путина держаться любой ценой за Херсон и за правый берег превращает их банально в пушечное мясо. Их крошат, они, мы все видим, и опять возвращаемся к тем же больницам, переполнены. Куча двухсотых. И единственную возможность сохранить свою жизнь, как раз оккупанты, но мобилизированные, видят в том, чтобы искать возможность сдаваться в плен. Скажите, пожалуйста, а среди местного населения пытаются мобилизировать для войны мужчин? Пока раздачи повесток в оккупированной Херсонщине и в городе Херсон не наблюдалось. Но единственное, что проводилось, проводилась перепись населения, так называемая, то есть по домовой обход. Это уже после проведения вот как раз этого псевдодействия. И, как люди замечали, основной целью этого обхода было выявление мужчин возрастом от 18 до 35 лет. Почему-то они именно такой возраст для себя определили. Но, тем не менее, вручение повесток не происходило. Просто отмечали, где находятся мужчины именно такого возраста. И, конечно, идут разговоры о создании добровольческих батальонов. Но физически расположение этих добровольческих батальонов и где бы они находились, еще никто не знает. Хотя оккупанты утверждают о том, что якобы уже у них есть списки сформированных добровольческих батальонов. Но, как мы понимаем, это может быть просто не более чем пропагандистские материалы и пропагандистские ролики оккупантов. Давайте сообщим последние новости от Генштаба. Вооруженные силы Украины освободили 1170 квадратных километров и продолжаются двигаться вперед. Речь идет о освобождении Херсонщины. Очень важно понимать, что, несмотря на сложности, наши вооруженные силы двигаются далее. Сергей, к вам вопрос. Пожалуйста, прокомментируйте взрывы, которые произошли вчера по информации журналистов в Херсоне, Новой Каховке и Береславе. Что за объекты горели и, соответственно, какие мы имеем результаты? Вы знаете, уже традиционно мы имеем прилеты по расположению врага в Новой Каховке, в Береславе. Новая Каховка и Береслав вообще в последнее время стали такими стратегическими пунктами, потому что Новая Каховка находится на левом берегу как раз плотины Каховской ГЭС, а Береслав на правом берегу плотины Каховской ГЭС. Там села Казацкое и Веселое. И сразу же Береслав как плацдарм сейчас у россиян, которые они пытаются держать любой ценой, потому что наши вооруженные силы уже практически на подходе к Береславу. То именно в Новой Каховке и в Береславе оккупант к Новой Каховке они подтягивают то вооружение, которое пытаются переправлять через Днепр. Либо по Каховской ГЭС там они все-таки засыпали шлюз. Наши вооруженные силы постоянно корректируют, частично засыпали и используют его как проездной. Наши вооруженные силы постоянно корректируют его. Ну и используют альтернативные переправы, такие как баржи, паромы. Используя как раз ту часть Днепра, где можно переправляться с Новой Каховки в Казацкое, либо в Львово рядом. Поэтому постоянно подтягивая технику и пытаясь ее переправлять, наши вооруженные силы наносят абсолютно точные и точечные удары как раз по накоплению техники, которую они готовят к переправе. Ну а то, что им удается переправлять, они сосредотачивают в Береславе, потому что у них Береслав это такой сегодня стратегический пункт, где они распределяют как раз, либо это будет идти вооружение в сторону Дучан и усиление, то есть по линии берега Днепра, либо в сторону Давыдов-Брода, это в сторону Ингульца. Поэтому вот там такой как логистический центр в Береславе они используют, тем не менее наши вооруженные силы Береслав постоянно тоже уничтожают то, что они пытаются уже переброшенное распределять. Поэтому вот как раз такое планомерное уничтожение всех запасов, в том числе и тыловых противника, и возможности их переправлять технику постоянно уничтожается нашими вооруженными силами. И да, ну вот в продолжении темы разговора о невозможности переправлять технику после того, что произошло на Крымском мосту, в пабликах писали о том, что из области, из города стали уезжать верхушка, скажем так, оккупантов. Можете эту информацию подтвердить или опровергнуть? Да, по заявлению Генштаба было определено, что 12 микроавтобусов отправили из Новой Каховки высокие чины военных Российской Федерации, то есть они отправили всех своих родственников и близких из Новой Каховки. То же самое происходит и в Херсоне. В Херсоне оккупанты уже отправляют всех своих близких, некоторые пытаются сами ротироваться и уходить на левый берег, но тем не менее свое ближайшее коло, как говорится, людей, они отправляют и пытаются отправлять сейчас по каместь в аннексованный Крым. Но я думаю, что и мы из Крыма придется скоро убираться и бежать подальше в Россию. Сергей, огромное вам спасибо. Сергей Хлань, советник главы Херсонской областной военной администрации.